Увидела ее тоже. Она лежала на носилках на скорой помощи, когда ее вывезли. Я только спросила, как ты себя чувствуешь. Она мне кивнула головой, что живая. Недавнюю аварию Ольга Рыжанкова до сих пор вспоминает с комом в горле. Ее сестру-двойняшку на пешеходном переходе на улице Комиссарова сбил водитель автобуса маршрута 7С. Девушку отбросила на 20 с лишним метров. Она чудом осталась жива. Ольга считает, что эта ситуация – повод задуматься о безопасности зебры. Здесь обычно в дневное и вечернее время большое количество детей. Пешеходный переход здесь нерегулируемый. Чтобы обезопасить и таких ситуаций, чтобы больше не повторялось, и водителей обезопасить, и пешеходов. Здесь освещение возможно сделать, либо поставить светофор. Что водитель нарушил правила, подтверждает и очевидец происшествия Людмила. В тот момент она ехала на автомобиле и первая уступила Ирине дорогу. Она проходит автобус, вроде как едет. Я такая еще думаю, что это такое, куда он, типа дурак, едет. И даже не успела посигнать ему, и все, и девушка отлетела, и очень далеко отлетела. Потом я подъехала, к ней подошла. Ирина Ухова – шеф-повар в одной из пиццерий. Во время пандемии она вместе с коллегами помогала врачам, готовила и доставляла обеды. Почти неделю девушка в больнице и скучает по работе и близким. Водитель автобуса перед ней так и не извинился. Ирина намерена подавать в суд степень тяжести вреда. Ее здоровью предстоит оценить медэкспертизе. В данный момент я нахожусь в лечебном учреждении и прохожу лечение. Я не очень хорошо себя чувствую, но очень надеюсь, что в скором будущем я вернусь к обычной жизни и забуду все как страшный сон. К сожалению, никто не застрахован от таких ситуаций. С начала года во Владимире произошло 38 аварий на пешеходных переходах. 23 из них на нерегулируемых участках. На зебре по улице Комиссарова это ДТП пока единственное. Сейчас по нему проводится проверка. Будут назначены необходимые экспертизы. Собирается доказательная база, после чего будут сделаны правовые выводы. Хотелось бы отметить, что с начала года практически 3000 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. И более 1200 водителей были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении. Автобус, водитель которого сбил Ирину, принадлежит компании-перевозчику АДМ. Дозвониться до руководства нам так и не удалось. Есть ли возможность установить светофор или лежачий полицейский на злополучном переходе, должны решить в мэрии. Ответ в администрации города обещали дать в ближайшее время. Елена Павлова, Олег Маньков и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.